Совсем скоро Ростовская область увидит танец огня в исполнении лучших фаерщиков России. О грандиозном фестивале нам расскажет его организатор Владимир. Здравствуйте! Добрый день! Скажите, пожалуйста, впервые ли устраиваете подобное мероприятие? Где оно будет проходить и сколько уже заявлено участников? Фестиваль мы проводим уже в пятый раз. В этом году у нас юбилей. И проводить мы будем на Павла-Чаковской кассе. У нас где-то уже больше участников, больше двух сотен. Откуда вообще идея появилась о создании этого фестиваля? Идея появилась пять лет назад. Тогда только-только прошел первый Киевский фестиваль международный. И мы решили сделать первый южно-российский еще тогда фестиваль. Проходил он на байк-посту. У нас было тогда еще 20-30. Скажите, пожалуйста, как проходил отбор участников на фестиваль и что будет показано зрителям помимо огненного шоу? Отбор проходил по видео предварительной. То есть, допустим, из 47 заявок на сольные номера у нас осталось 13. Театров где-то порядка 10-12 мы оставили. Помимо фаер-шоу у нас будут мастер-классы по контактному жонглированию, по обращению с ходулями, по пластике. Много-много интересного обращения с спиротехническими изделиями. Ну, основная цель вообще этого фестиваля. И скажите его название. Фестиваль называется NOV, сокращенно от Night of Flame, так как первый фестиваль проходил всего один день, одну ночь. В этом году фестиваль проводится от творческой лаборатории MindFlash совместно с Донским филиалом Евразийского института. Проходить он будет 5 дней. Будут включать в себя конкурсную программу обширную, обширные мастер-классы. У нас заявлено около 15 человек ведущих. Это и Россия, Украина, Белоруссия, то есть очень богатая география. Закончится фестиваль галоконцертом. Большим мы пригласили администрацию, мы пригласили людей, которые могут адекватно оценивать происходящее. Как-то так. Когда вы начали работать с огнем, какие, может быть, ошибки допускали, какие сложности были? Начинали мы работать с огнем где-то порядка 7 лет назад. В Ростове тогда еще было не очень распространено. Учились в основном по интернету, что-то на личном опыте, шили какие-то первые костюмы, находили там заказы, места для выступлений, тренировок. Сейчас в Ростове очень богатая на самом деле культура, порядка 7-8 коллективов на один, в принципе, не очень большой город. Есть какая-то формула, как приручить огонь? Заниматься долго, упорно. То есть, на самом деле, это небыстрый процесс. Так как огненное шоу является ответвением от циркового искусства, есть целый пласт, который называется манипулирование предметами. Сюда входят и боксы, и работа со шляпами, работа с фаер-реквизитом, контактное жонглирование, обычное жонглирование. То есть, на самом деле, это очень большой пласт. И мы развиваем по мере возможностей почти все эти направления. А реквизит легко найти в Ростове? Хороший – нет. Поэтому реквизит мы заказываем. Мы работаем в шоу-шоп, которые являются спонсорами фестиваля. Это питерские, киевские магазины. Работаем с Волгоградом, с Москвой. А просто вообще много фаерщиков? Ну, я думаю, порядка ста человек. Какие еще проходят фестивали? Вот именно огненное искусство, какие-то, может быть, конкурсы? Проходит очень большой киевский фестиваль. Он собрал в том году порядка пяти тысяч зрителей. Туда съезжаются со всего мира. То есть, там Англия, Финляндия. Проводится Московский Кубок Огня, проводится Воронежский фестиваль. Но на юге России мы пока одни. Но что касается вашего фестиваля, он проходит на конкурсной основе. Можно ли как-то его увидеть вживую, стать зрителем, участником, может быть? Нет. В этом году мы второй год подряд делаем закрытый фестиваль. То есть, сугубо для участников. В прошлом году планируем сделать выездной день в городе. Возможно, на стадионе, где будут представлены уже все коллективы, гости фестиваля. Можно будет прийти, поучиться, записаться в какую-то из ростовских школ, попробовать себя в этом. Ну, а если говорить о датах, когда открытие, когда закрытие, когда, возможно, можно будет увидеть ролики в интернете? Мы начинаем мероприятие с 24-го числа заезд. И до 28-го апреля включительно у нас проходит конкурсная программа, мастер-классы, общение. Ролики, я думаю, где-то числа 29-го начнут появляться. С удовольствием посмотрим. Удачи, Владимир! Хорошего вам шоу!